Ашер, потому что Ашер прошли своего оппонента Байджи, очевидно, прошли своего оппонента И у Ашер не без проблем был против форс С бегами там, пожалуй, своё, свои плюсы и минусы Но давайте об этом позже, чуть-чуть попозже, пожалуйста Пистолетка первая, на Б-плент выливаются Ашер И у них более-менее вроде получается Что там по опорным позициям? Некс, вместо Смуи, кстати говоря, Некс Теперь Смуи нету состава Байджи, об этом тоже попозже Вообще слишком много информации Давайте я как-то вас это волью потихоньку В течение карты, наверное, а не всё сразу Гобби Гоббилан, это справиться с оппонентом или нет? Нет, не очень И в итоге Сантарес, случайно, тоже отлетает от Воксика к Сантарес И у Турка тоже не получается Ашеры берут в итоге пистолетный раунд Свой первый на атаке, опять же, начиная Тут интересно Беги обыграли Вэллианс, дорогие друзья Вэллианс это довольно механический тимплейно Очень интересный состав Который, ну вообще, жёстко ставит плюшки И жёстко стреляет И жёстко, скажем так, фокус файр делает Но с точки зрения позиционки, стратегии Экономических решений и всего остального У них куча проблем Но, вот, плюсы описал, минусы описал Беги их обыграли 2-1 Экран от команды БАГ Теперь, что касаемо, опять же, фарзов Вы только что видели, в общем-то, БУ-3 серию С счётом 2-1 на трёх картах Своими пиками разменялись На Датрейне всё-таки Ашеры были лучше С точки зрения позиционной, стратегической войны Экономической, в каком-то смысле У команды Hellraiders больше идей С точки зрения механики Hellraiders нестабильно И не всегда выигрывали открытые дуэли Или, собственно, пострелятельные противостояния Команде Force Ну и некоторым игрокам, допустим, да, из команды Force Что касаемо БИГ Во-первых, у них есть тур Ксантарас Во-вторых, Смуи ушёл Мазался ВП постоянно Плюс-минус В Твиттере там упражнялся В ментальных гимнастиках Собственно, Next пришёл Next — это не снайпер Ну В большей степени, скажем так, окей То есть некоторые из игроков команды БИГ Могут снайперские метовки брать Но это ладно Об этом чуть позже Ангел Добивает Ксантараса То есть мысли вот Смуи прямо снайпер-снайпер Next — очень-очень, скажем так, сильно Втуждаемый момент Тизен, например, какой-нибудь С Тапсоном каким-нибудь Возможно, даже больше снайпера, чем Next в этом плане Ну ладно Об этом чуть позже Здесь Ксантарас всё-таки, да, себя действительно потерял Ангел сделал опенфраг Рефрага нет и не будет Команда Кейлрейзерс хотела бы найти свой третий раунд Но против аугов будет сложно А БИГ — это та команда, которая дико заторчала на аугах Просто вообще дичайше После смены меты И тренировала пять аугов Четыре ауга Я помню, я за ними садил Я помню, было два Потом на следующем чемпионате было три Я, типа, рофлил на то, что На тему того-то, что Хо-хо, у них уже три ауга Сейчас будет четыре скоро У них уже было четыре И, соответственно, недавно я увидел У БИГ пять аугов на каком-то скрине Кто-то там кидал Инсайдер какой-то Дон Хатси, по-моему Ну, неважно, короче Неважно, кто конкретно Но по факту вы поняли, да То есть, типа, было пять На... И, кстати, справиться с оппонентом На лак-н-лоуде у команды Виталити Было пять аугов уже То есть, в общем, не новая история Виса подбирает уэджи Все-таки прилетает ему в бочину И против Тапсона пока нет особо приема Дорогие друзья И с двойственным раундом БИГи исправляются Потерпели первые два, но Вытащили на третьем Так вот, в общем БИГи это вот те ребята Которые любят какие-то Не то, что баги искать Но вот подстраиваться под Гру Если в игре есть какие-то слабые места Через которые вот как-то протиснуться можно И вывернуть это в свою пользу Причем именно в пользу с точки зрения Механики самой игры Если ауг это метовая пушка Значит будут ауги Если... Сейчас, секунду Мы посмотрим Зонтарас Че-то двоих просто вскрыл лицо Расстрелялся турок Начинается вот эта вот вся история Замечательная от команды БИГи Начинают сиять звезды местные Ну, Некс тоже здесь В опорной позиции на медиа сработал Детфакс погибнет Я не знаю, какие у него дешанцы вообще Закрывает буквально с двух сторон Тизен под окном находится Некс, если что, на Эдварде находится Очень просто без шансов, по-моему Голову Детфокса должны находить Голову Детфокса находят, но не сразу Вуксик Последний Ваксик-вуксик Но Наверное, у него не особо получится Здесь против четверых оппонентов Да, возможно, потерпит Возможно, заберет одного или двоих Видел тень Как я... Не видел тень? Слушайте, мне показалось, видел тень на самом деле Просто албаева, в итоге Тапсон просто приходит И режет сзади совершенно спокойно Находясь, в общем-то, не особо далеко от этих позиций Счет в итоге становится 2-2 Вот, и Такова команда B.I.G. Да, то есть Такие вот какие-то фишки Метовые пушки Метовые позиции Метовые подсадки Придумать самим Найти самим Забузить самим Украсть у кого-нибудь В смысле забрать В смысле украсть это очень плохое слово Но какое-то негативное Типа экспроприировать у кого-нибудь Да, сделать это лучше Подсмотреть за командой Астралис Сделать гранаты свои лучше Да, кстати, B.I.G. Это еще одна из команд Которая невероятно Прекрасно управляется с гранатами Особенно Тапсон какой-нибудь Что-то собрал здесь Тапсон Он почти всю малину С Сантаарасом 3 на 2 Расстрелялись В итоге Экономический раунд для HR проходит в никуда И сейчас будет девайсный Такова команда B.I.G. По поводу Hellwaders Джон, ты больше нет Бондика больше нет Хоббиты вроде взяли Но Не знаю Вроде должен подходить По составу По ролям По Опыту По клатчевым моментам Команди Hellwaders Но Сам состав Такой какой-то Пока такая Желеечка Типа клубничная То есть оно все Местами расползается Местами сползается Сложно это собирать иногда Внутри раундов Там Ну в общем Иногда слишком много Индивидуальные работы В соло Кто-то куда-то выходит Отлетает Иногда Слишком мало Где-то Ребята слишком закрыто Играют Закрываются Типа вообще В упорище И так далее В общем вопросов К команде Hellwaders К этому составу много И Поэтому здесь я считаю Что беги Во-первых фавориты Во-вторых Потенциально Выходит С серии С расчетом 2-0 Против Hellwaders Вот здесь Я имею в виду Прямо сейчас То есть выигрывает Первую карту Выигрывает вторую Но Всегда есть Как бы варианты Чтобы так не произошло Всегда есть лазейки И для команды Hellwaders тоже Чтобы так не произошло Но пока Тапсон закрывает На Апланте И сумму рада И Некс Находится В позиции Фореста В углу И сейчас будет Здесь напрягать И может быть Титин будет напрягать Ну под Некс Некс уже сам выходят И вместе с Тапсоном Получается Еще Тапсон сюда пришел Да Еще Тапсон сюда пришел Они закрывают Б-апартаменты В итоге еще становятся 4-2 Они тут денег Опять у Ашер То есть вот С точки зрения Позиционной войны С точки зрения Вот Скажем так Грамотных Максимально узких Для противника Позиций И максимально широких Для себя Вы только что видели Да Никто Никуда На широкий стрейфах Не выходит Там глупым образом Вот это все Куча проблем было По моменту Команды БИГ Куча Они Все что они умели делать Это кидать Божественные гранаты Все Люди не умели Физически выходить На плен Ребята Только иногда Некоторые игроки Умели просто Стрелять куда-то Иногда И тащить клачи Типа Тапсон Какой-нибудь Ван Тапсон Все Теперь Состав БИГ Это один из Самых перспективных Составов В принципе На Евросцене Но К Сантарусу По-английски Еще подучить Потому что Уже были мнения Да Видел все-таки Тень Там Человек Торчал Дэдфокса Тиден Все-таки Закрыл Были мнения То что Внутри Клубные В смысле Из Берлин Интернешнл Гейминг То что Зонтарос Вообще По факту Тапсон Что там На Зиге Зига На коннектор Человека Тапсон Один из лучших Игроков Европе Только Ему Английской Коммуникации Не хватает Типа Падущий Английский Будет невероятно Сильным Просто Невероятно Сильным Поэтому Как бы Я с надеждой Банально надеюсь На то что Тапсон пошел На курсы Или там сам Или что-нибудь еще Ну в смысле В зависимости от того Как вы хотите Учить английский Так чтобы он Влился к вам В голову Как бы нормальным образом Не то что Прямо стал Совсем нативным Потому что Это совсем сложно Это надо в стране Жить лет 15 Наверное Да допустим Но вот В пределах Как бы возможно Года за два Там За полтора Пора Подтянуть Тапсон увидел Ноги ангела Но позиция Для Тапсона Была совсем Неприятная Зонтарас Умер На центре В итоге Тапсон тоже погиб При поджиме Андерпасса И центр Максимально не получился Вот сейчас По позиционке Биэйджи То есть Они впрыгнули И это было для них Неудобно Для первого игрока И для второго То есть Причем максимально Неудобно Как-то так получилось Что вот ребята Вообще не разбрались И я бы больше сказал Неоптимально Начали наверное Ашеры на этом Сработали Ашеры Не хотят такое Прощать И не хотят Такое отпускать Молодцы Молодцы Что не сдаются Ангел Погибнет Ангел погибнет От гобиланта Воксик Слушайте Губи еще И воксика Перестелял И самурат В итоге Последний Что-то я думал Что Возможно Что-то здесь получится Для Командных Лейдерс Но Что-то нет Не совсем Если получает Вуха дважды В итоге Отъезжает 6-2 Счет По фрагстату 2-3-3-4-4 И Тапсон Ван Тапсон Один из фрагов Укатывает Команду Хеллрейзерс Пока что Постепенно Пауза Аташеров Предположительно Не вижу Резон и смысла Ставить паузы Команде Би и Джи У них по 15-12-13 тысяч Им абсолютно Наплевать Что на карте Происходят Они играют Достаточно Достаточно Спокойно И Оптимально В данном матчапе То есть Мне особо Добавить нечего Вот этот выход На мидал Такой себе Такой себе был Но Для них Опять же Ничего страшного Для команды Хеллрейзерс Команда Би и Джи В данном составе Да и в общем-то И в прошлом Предположительно Супер сильный Противник Типа невероятно Сильный Поэтому Я не знаю Тут у Ашеров Конечно Очень много проблем То что они Именно в БУ-3 серии Встречаются с Би и Джи Габиланта Минусует Дэдфокс Если все-таки Отвечает по Губу Би На планете За Искрой Падает человек В защите Давайте посмотрим Что в атаке Могло бы здесь Получиться Два калаша Галил есть На Дельпан Закидываются флешки Опять же Там действительно Есть присутствие Команды Защиты Справляются с оппонентом Проходятся По половине Воксика еще И вот этот Вот замечательный Зонтарес Кто как любит читать Опять же Я по правилам английского Иногда читаю Иногда забиваю Читаю Ксантарес Опять же Зонтарес мне нравится Как звучит По факту Это и правильно Так произносить По хорошему Так вот Зонтарес Это прямо Суперский товарищ Здесь И вместе с Тизианом Есть варианты То что сэндвич Они все-таки примут Так надо на него посмотреть Неужели ты не виден Неужели у тебя 4 на 3 Не нормально Все окей В итоге Тизиан будет Дефюзит бомба Элександарес будет Дефюзит бомба Это не особо важно И сейчас Становится 7-2 Ну просто Там голову было видно Если вы видели Но у меня-то 16 на 9 И Full HD Ну в смысле На этом мониторе И как бы Ну Очевидно Возникают вопросы Очевидно Возникают вопросы Насчет того Что видел он или нет Но Я кстати так и не понял Видел он или нет То есть если бы видел Должен был наверное Сразу убивать В общем сложная история Возможно Тизин Ему сказал Что слушай Проверь вот прямо точно До конца Потому что типа Он наверное должен был быть там Сантареса могли на ранних таймингах поймать В итоге сейчас не поймает С другой стороны угол у него Не совсем удобный Для защиты Команда атаки Что тут у нас Стул Мидл есть Зигб Апартаменты Стул пытается выгнать Неровный молик под стул И не долетел На стул еще Залетает хаешка Воксик Ну гранаты Да 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 Гранаты от команды Биэйджи Дико неудобно Ашером против такого коллектива Играть Ну просто жесть какая-то В открытых дуэлях И по тактике И по люрку Разве что есть вариант Играть Это наверное большие вопросы Габиланты взрывает человека На коннекторе Отходит назад Сохраняет себе жизнь Воксик падает от Некса Некс Что там Опорник Зига получается Да 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 Забирает оппонента Закрывает еще Бэапарта С Маком У команды Ашер Во-первых Есть минута Во-вторых Нет позиции Сейчас вообще С Мак неудобный По Дэдфоксу Прострелы Но пока вроде Мимо полетели Тизен отошел на бенч На Фореста В упор Не на бенч На Фореста В данном случае И короче Жестяк тот еще То есть с точки зрения Опорных позиций Посмотрите просто То есть посмотрите Что это за жесть Два острых угла Как это атаковать сейчас С учетом того Что флешек нет Один есть молик Ну и как бы Не нужен этот молик Некса Он просто выходит Убивать человека Отлетает И вот он тизен То есть прыгает Возможно хоббит Через окно Не имеет никакого значения То есть вот он хоббит Вот он тизен У хоббита остается 2 хп Забирает кстати губа би А вот этого А губ би взрывает Хоббита хаешкой Которую он кинул До того Как вышел соответственно зига То есть опять же Команда которая играет Хорошо с гранатами Продолжает играть Хорошо с гранатами Я абсолютно полностью Не удивлен 8-2 Это приблизительно такое Я ожидал От данного матчапа Ну плюс-минус опять же Очень хочется поверить Команду Хиллэйзерс Но Как бы с аналитической точки зрения Я просто что-то знаю В данном случае К сожалению Если бы не знал Я бы такой Ну блин Может быть они вытащат Ну как-нибудь Ну там Тыры-пыры Может быть да Конечно Всегда есть такие варианты Но я просто Я не знаю как Например на До мираже В атаке против Защиты Допустим Там еще Другие карты У нас еще есть Ну короче Жесть Тотальная Давайте смотреть дальше Потому что Мои мнения вам наверное Не понравятся В чате И вы будете на меня ругаться Хоббит с чешки Убивает Апсона Зонтарас пока что на дефолте Волов вместе Ругл отойдет Отойдет его вместе Ругл, до него не доходит Пытается справиться с оппонентами, не разбирается кстати То есть ни с первым, ни со вторым И здесь Гобби может не угадать по таймингам Должен умирать Гобби И вот здесь действительно, возможно, неплохой раунд Но Некстангом отправлять, должен умирать сейчас Здесь он последний, Бидел плечо Его все-таки забирают, это все-таки третий раунд за командой Хиллэйзер Первую половину Биги взяли У Бигов еще раз Абсолютно такая же ошибка, что и на Миде В защитном раунде, но при этом на Апланте То есть они не разобрались по позициям Сейчас Они не разобрались по позициям, а Шерра Их не простили Но проблема в том, что таких ошибок Как мы видим, они не совсем часто получаются То есть одна на Миде, одна на А Чтобы было совсем, видимо, идеально И балансно Еще нужно одну на Б допустить, как я понимаю Ждем одну ошибку на Б Ну и с точки зрения тенденции Да, выглядит как там 4 раунда каких-нибудь от Ашерра То есть даже не 5, потому что я не знаю насчет 5 Но 4 да, есть варианты Но возможно этого недостаточно, этого мало Дэдфокс Аук украл Команды Биги С прошлого раунда с Аугом Соответственно в 12 раунде первая половина будет продолжать АВП есть, 2 калаша АМК трофейные, то есть Хоть как-то немножко поэкономить деньги хотят ребята из команды Флорейдерстов, все-таки Продолжать еще до конца первой половины А это что-то вообще непросто Это что-то вообще непросто Атака будет произведена на А Судя по всему Стандартные смоки полетят На головы наверное еще смог будет Желательно бы Молик на джангл, может быть Есть и варианты Гоп может быть заберется наверх Не заберется Да, заберется на балкон Станет в угол М-ка у него длинная Не совсем удобно, если будет в бок смотреть Поэтому приходится пушку тыркать прямо в стену Потому что неудобно Флешки полетели Ребята из команды Ашер хотят прорваться на офтаймингах То есть гранаты есть, а людей нет И вот только сейчас они пошли Но снайпер вроде как готов Готов ли Тапсон? Флешки прекрасные от БИГ Стальба не очень хорошая от Апсона Еще дополнительные гранаты Вот от Воксика уже не вернулся Но здесь Габиланта Габиланта видел голову Нет, не видел Собрался, кстати говоря Гоп в итоге падает Работает Зантарас Зантараса 100 хп Флешка, шикарная флешка Не стрелял к Зантарас Тизиан разбирает людей И Воксик остается 1 на 1 против Некса И Биги побеждают в раунде Потому что не хватало Воксику времени Вот такая замечательная история А ВП, впрочем, он сохранит Это один из даунсайдов, скажем так Ну, в смысле, минусов Выходов в офтайминговые секунды То есть, либо вы выходите тогда, когда вас ждут Либо вы пытаетесь выходить тогда, когда вас не ждут Это была проблема команды Норс на минорах Если что, на плей-ин Майнерах, когда Норсы не вышли И отлетели от Вичи Гейминг И кто помнит, как я там в аналитике орал Потом помнит Кто не помнит, ну окей Можете клип в чат скинуть, если он скинется Я бог знает Вот И, короче говоря Вот то же самое То есть Плюс его в тайминговых выходах То, что противник у вас потенциально не ожидает Минус это то, что вы время тратите То есть вы тратите время для того, чтобы вам было лучше Поймать лучший момент Но вот после всех вот этих боевых ситуаций Лучшего момента не наступает Потому что время кончается Клач один на один не наступает Времени у атаки нет Кстати, по Тапсу ну хорошо прошлись Я не уверен, стоит ли пушить дальше Но Тапсу в итоге пушит дальше Может уйти все-таки Но в итоге он погибает на миде И Габиланта погибает Ну вот опять Ошибка на миде Слишком много самоуверенности сейчас здесь Ну в счет 9-3 Походу немножко заорделись Берлин Интернешнл Гейминг За это пашбаны получили Все правильно получилось Нельзя так делать Квадрокилла Дэдфокса Но в том плане, что Тапсону реально надо было уходить И реально надо было оставлять Пули в магазине для того, чтобы Потенциально уйти вообще Чтобы его не поджали сзади Но Ну, короче, отъехали Ну, неприятный для Big of Round Приятный для Hellwaters Вот он их четвертый И, кстати, как мы видим Вот он их пятый Потому что все-таки стандартные Пять раундов Ашеры возьмут Потому что нет денег у команды B.I.G И здесь Ашеры действительно молодцы То, что все-таки собрались Действительно все грамотно Некс Вместе с Тизианом Опорники B-планта В эндерпассах Вру На окне Броди Тапсон Какие эндерпассы-то, господи На окне Броди Тапсон Понял то, что на Хамиде Находятся люди Отошел от потенциальных гранат Возможно, моликов или смоков Вот он смог Но от хаешки тоже увернулся Что, в принципе Здесь неплохо И команда Ашер Надо Подскрыть, возможно Какие-то позиции Но очень аккуратно играют Ашеры против пистолетов От B.I.G Они понимают Против какого оппонента Они играют сейчас То есть это не та разнузданность Против форзов Здесь все гораздо серьезнее Потому что они знают Что от этих пистолетов Они реально могут отлететь Вообще В самый любой ближайший момент Некс ставит одну плюху Пытается от 2 по 90 играть Похоже, это попадает Но пистолет подводить не надо Гобби не вовремя взял Другое оружие Отлетел Зонтарас последний На экзит фраге Видимо будет Зонтарас работать Счет будет 9-5 Последний раунд Мы увидим Девайсный С одной Со второй стороны Но в целом Первая половина Довольно интересно Для нас заканчивается Ну, я вижу Кто-то спрашивает Что за оловмейстер Сейчас, секунду Ой, почти двоих собрал Молодец, турок Что за оловмейстер Позиция на планете Где там Я долечу Сейчас вспомнить бы Вот это, по-моему Вот это, да Вот это место Шикарное место Просто, просто Вот просто восхитительное На самом деле Да, это далеко Вот это Вот я просто Сам подзабыл Не так часто Его используют Вот здесь Здесь Казалось бы Позиция открытая Но на самом деле Она прям дичайше Удобная Под некоторые Из выходящих Позиций Особенно если Вас покрывает Прям вообще найс 4 Ауга Плюс Старая школа От Зонтараса Это М4А4 И Мы видим то, что Опорников Б-планта В каком-то смысле Немножко больше Чем Опорников Апланта 3 на 2 Играет Биайджи Боятся за потенциальный Аплент Тапсон Все-таки на апдауне Дожидается Ангела Совершенно спокойно Просто убивает его Здесь Даже не при фаер При фаер, не при фаер Не важно Находит оппонента То есть Прочитано сейчас Потенциальный выход Кирилла Карасева И Ашеры В меньшинстве Но АВП от Воксика Все еще есть Воксик В прошлом Бау 3 Вроде расстрелялся Более-менее Единственная проблема Для Хлорейдерс Конечно Хотя вообще-то Биги тоже 3 карты играли Если честно Хотел сказать, что вроде Могли бы подустать Но на самом деле Вроде у всех все Одинаково С точки зрения условий Воксика питает Сантарас Губи Делает свои киллы И Сармурат последний Один в два Вообще-то варианты есть Просто Тут не прочитать Насколько Ага Ванта По Нексу И все-таки Так рядом было По Чизе Но еще пройтись Ну знаете Но нет Но не получилось 5-10 Биги Все-таки берут Свою Здесь десятку Точнее даже Наверное можно сказать Что Хлорейдерс Смогли взять пятерку Это все-таки важно Прямо здесь И сейчас Мне кажется Скажем так Потенциально сильнее Все-таки Биги По-хорошему На длинной дистанции В три карты Точно Биги Но А что там У нас Дэдаст 2 пикнули Да-да-да Ашерис от Исна Мираж Дэдаст 2 От Бигов И кэш у нас осталось Третьей карты Биговский Даст Интересная кстати Штуковина В целом Становится все лучше и лучше Ну плюс-минус Каждой как бы Итерацией Когда я смотрю Бигов Потихонечку Хотя вот этот состав Он немножко Немножко Другой уже Надо на кого-то Переключиться Наверное Живо Чтобы вы смотрели Хоть как человек бегает Этот состав Уже немножко другой Поэтому вот Дэдаст 19-го года От Бигов Я бы все еще Дополнительно Посмотрел В целом Все-таки Не, Воксик Хорошо сегодня Играет К нему Я даже не знаю Какие еще могут быть Претензии Все прекрасно Все прекрасно Все в порядке Ждем начала Второй половины Пока что-то Все никак и никак Да все могут Ну в смысле В известной мере Как бы Я поэтому Поэтому и говорю Что Возможно Какие-то из Типа моих мыслей Там половине чата Или там Большей части чата Вообще не понравится В принципе С точки зрения С точки зрения Аналитики Например Потому что С учетом всех параметров Собранных Как бы От меня Как аналитика Комментатор Я считаю Что Биги Здесь сильнее Бо-3 В серии Была бы Бо-1 Тут реально прям Очень сильно Большой вопрос Потому что Рулетка та еще Насчет Бо-3 серии Почти нет вопросов С этим пиком В целом Почти нет вопросов Ну ладно Давайте Вторую пистолетку Посмотрим Опять же Карты только начались У нас Бо-3 То бишь Три карты может быть Короче говоря Разбирать тут Разбирать тут много По факту Прям реально много Так Два саппорта От команды Биги В атаке То есть Это гранатный Коллектив Они обязательно Будут использовать Эти банки Чтобы им было комфортнее Они к ним привыкли Они их знают Они их используют И Этим в общем-то В раундах живут Ну по крайней мере Это их Половина Успеха Минимум Пытаются защекать Б-плент Но вот этот вот Зонтарас Это интересная история И Воксик погибает И есть варианты Зажать маркет Воксик пытается Перестреливаться На дальних таймингах Ну господи На дальних дистанциях Говорю таймингах С оппонентами Знаете Б почти что чистая И Ангел вообще в шоке И соответственно Иса Мурат в шоке Зонтарас может быть Погибнет Ну Иса все-таки Ставит ему плюху Ну перетяг кстати Под апплент Под брызг все-таки Решились не ставить Но здесь все еще Кирилл Карасев остается Бомба правда Все равно будет поставлена Гобби заберет Наверное не заберет Нет не заберет Это пистолетка За командой Биайджи Дорогие друзья Неплохая ставка На Механически Отлично Стреляющего турка Который в пистолетке Поджимает Джангл Поджимает окно И в общем-то Окно Окно в окне Окно в джангле И Маленькое вот это И типа Получится Окей Не получится Мы побежим Бэапарты Стандартные вещи С гранатами Там ставить бомбу Сидела То есть Есть план А Есть план Б И потенциально Даже есть Какой-то там План С Может быть Там Полурождающийся Уже в головах Клево Здесь ребята Готовы От команды Ашер Дорогие друзья Ну Флэк Араунд Можно назвать По 250 Дополнительно Докупили Воксик Правда Совсем мало Деньга За этого Осталось Пытается Выламываться Дэдфокс Режет Гобу Бич Вообще Хоббит Последний Абай погибает И поэтому Есть вариант Воксику кинуть Кстати говоря Снайперскую винтовку А Воксик ему обратно М4А4 Как я понимаю Все так Так и получилось Слушайте Очень важный килл Между прочим Вот эти полторы тысячи Видите да В итоге у команды Ашер Флбай Флбай Очень громко сказано До фишкитов нет Гранат мало Просто бай Двайсный Нормальный Мог бы быть Мог бы таким не быть Если что Поэтому Черт возьми На живой килл Чуть ли не самым важным Был в прошлом раунде Однако Не просто типа ради рафлянок А прям реально важным С экономической точки зрения Клево Хеллрейзерс пытаются Пытаются Изо всех сил Ис находит Зонтараса Великолепная стрельба Ис не потерял Ни единицы хп Просто чумовая Ис-то либо Черт возьми И байджи В 4 лица С двумя калашами Галилом и Мактеном Не самые лучшие девайсы Против аугов Либо тут по тактике По подсадкам По люркам Переигрывать Либо В дуэлях 1 на 1 Я вообще не знаю Как переигрывать ауги По хорошему Тапса Добивает оппонента Ису найдут Ису сам найдет Кого хочешь Габиланто все-таки Справляется с оппонентом Дэдфокс минус И Тапсона Габи видел оппонента И понятно то что Его тут будут разводить В 2 лица Он об этом знал Но в любом случае погиб Некст последний Бомбы нет Хоббит В ниндзе под ним Закрывает Некст 6-12 Все равно Двойное преимущество В счете За командой Биэйжи Но Ауги Это хорошо Хэллэйзер с эти ауги Тренировали Защиту на мираже Мы видели То есть в принципе Все должно быть Ну неплохо И варианты вернуться Здесь есть То есть предпосылки Вернуться здесь есть Параметры для того Чтобы вернуться Чтобы Параметры которые Можно использовать Чтобы вернуться Здесь есть Теперь вопросы Какие идеи есть У бегов Под постоянным Давлением Со стороны Очень сильных Опорных девайсов От команды Ашер Ну аугов В смысле Имеется ввиду Снайперских винтовок Аугов Там вот это все Пока это деглы Тек-9 Тек-9 П-200 Вообще дико старая школа На самом деле От габиланта П-250 От Nexa На плент Выбегут Там Что они сейчас делают Посмотрим Гранаты вроде полетели Хоббита кстати забрал Ван Тапсон Ауг Стырил Некс Под тикетбокс Гранаты летят Это хаешка Ису немного напугали Ничего страшного Бомбу поставили Что вообще происходит Подсадка Некс работает По подсадке С пирамидкой С тикетбоксом Отлетает правда Ауг далеко потерян Вот неудобно Теперь с пистолетами Ребята Остались Ненормально Тапсон берет Этот юджет По ангелу не сводится Потому что Надо сначала было Прицел Наверное раскрыть А потом уже Что-нибудь остальное Пытается губи Работать не получается Слушайте Ну двоих забрали Могло бы пойти Все совсем Не по Скажем Хорошему пути Для команды HR То есть Что-то даже В каком-то смысле Повезло Что беги В микромоменты Где-то ошиблись Так Ангел Борвался В стройку Тапсон не забрал Воксик Некса забрал В меньшинстве Команда Атаки На миду Все это дело Происходит Атаки Надо забрать Бомба Бомба Лежит Не совсем Удобно Мягко говоря Но надо взять Бомбу взяли А план Будут закрывать Коннектор В смысле Будут закрывать Есть варианты Пойти в ЗИК Или выломаться Через этот коннектор Под флешку В смог В смысле Так иногда работает Если что Но походу Нет не будут Потому что Гранат слишком мало А может быть Вообще подождут Каких-то ошибочных действий От командажа Смог уже развеивается Ай-яй-яй Все-таки Тапсон проигрывает Перестрелку Хоббиту Ну Титин простреливает Немного Конечно Здесь По потенциальной Позиции Хоббита Мы видим то Что вообще-то Даже попало немного Но это Совсем Все не то И в итоге Как-то через Коннектор Рваться Команде Би-и-и-и-и-и-и А Шаря Должна быть Готова Должна закрывать Этот раунд 8-12 Должен быть счет Хорошие Перестрелки На Меду Вышли в плюс Воксик Все-таки Старается Тащить свой коллектив Вышли в плюс По живой силе Потом Бегов Никуда не отпустили У бегов Закончились Гранаты Чтобы делать что-то Что-то интересное. Чтобы делать что-то интересное для себя. Пауза. Есть варианты, что все-таки для команды BIG, потому что пока мы видим, что на атаке не совсем получается. Ну, или совсем не получается в таком случае. Ну, все еще BIG действительно являются фаворитами. Я вижу на матче, что тут типа KF 1.50, 2.50 на Hell Raiders. Все, в принципе, так и есть. Ну, то есть это максимально совпадает. С недефолтными пистолетами будут пытаться BIG продолжать. Опять же, напомню, дорогие друзья, что Forza, если что, свалить в нижнюю сетку. То есть, закрытые квалификации не проходят по такой жесткой схеме, как открытые квалификации, типа Single Elimination и не АПК. До свидания. Здесь у нас есть ловер брекет, опер брекет, соответственно. А Шера пока находится сверху. Да, допустим. И есть варианты потихонечку проходить дальше. слот 1, если что. Ну, тут вот пытаются беги как-то справляться. Одного оппонента забрали. Остался Глок, остался Диггл. Очень сложно будет. Кстати, все-таки импанч ловит Ксантарес, это уже отлетает. 9-12. Защита у команды Ашер с точки зрения, опять же, девайсной работы, позиционки хорошо на Демираже, то здесь все вроде более-менее. И вот бегам никак не получается вот эти вот атакующие раунды взять, какие им нужны. Оптик прошли дальше. Нарсы все-таки техническое поражение приняли, потому что они не успели там с прошлого чемпионата. в отель доехать, сыграть и так далее. Короче, там у них все плохо. И с квалификацией Нарсы отлетают. Выходит, что так. Спот на закрытых квалах европейских 1. Одна команда лишь получит слот. То есть все жестко, но ловер брекет есть. Все-таки. For the Valience, опять же, будут играть дальше. у нас еще сегодня, насколько я понимаю. Но давайте об этом потом. Девайс на раунд здесь от команды BIG. Ну, в первую очередь в данный момент времени необходимо следить именно за атакой, потому что необходимо понять, какие вообще мысли есть у атакующих для того, чтобы хоть что-нибудь вообще-то здесь взять. потому что пока что-то очень плохо получается. Какие-то банки на А раскидали. 35 секунд у команды BIG. Бомбы даже не рядом. На фейк Апланта не похоже. Похоже уже на полновесный выход на А. Гранаты еще какие-то есть. Да, гранаты какие-то есть. Молик полетел. Смок от Апсона полетел. 20 секунд. Очень-очень дичайше. Просто мало времени. И здесь еще клещи от Исамурада и Хоббита. По факту это проигранный раунд от команды BIG. Что, впрочем, так и получается, собственно, по всему. Санта распытается здесь на вантапсить всех подряд. У него не совсем получается вантапсить Хоббита. Зато одного игрока все-таки получается. На счет 10-12. И у команды BIG прям реальные проблемы возникают на второй половине. Они два раунда взяли. Первый и второй. И все. Начиная с девайсных. С опорными девайсами типа Аугов. И так далее, и так далее. Потихоньку, постепенно команда Hell Raiders набрали критическое и удобное для себя количество раундов. А все у них в жизни в принципе постепенно становится хорошим. Вот начинает что-то по одному здесь летать. Хотя вот она командная работа. Некс! Забрал еще одного оппонента. Дизин, впрочем, отъехал. Некс на перезарядке. Ты точно уверен, что ты хочешь что-то делать? Видел, все-таки оппонента должен забирать вроде как Воксика, но с Тапсоном он остается вдвоем в Ру-1. Тапсон с П-250 вне вообще жизни, вне времени, вне всего. Как здесь ему тащить вообще непонятно. Как? В итоге его просто забирается совершенно спокойно где-то под эскрой. 11-12. У двух человек есть деньги, у трех... А, у трех есть деньги, у двух нет, прошу прощения. Поэтому двое что-нибудь как-нибудь закупится. Некс, наверное, СГ-шку себе купит, второй армор, пару гранат. Ну, в принципе, вполне чего и нет. Счет у нас уже 11-12. Хороший из трех раундов от команды Ашер на первой карте. Опять же, Ауги работают, все вроде в порядке, Хоббит настреливает 19-15, то есть он в первом БУ-3, как мы помним, по фрагам проседал, сейчас нормально. И сейчас он лучший фрагстатер. Вообще. Хоббит по факту сам-то по себе хороший игрок, просто ему бэкграунд для этого нужен, причем реально серьезный бэкграунд. Когда коллектив нестабильный, у Хобби это большие проблемы для того, чтобы раскрываться. Это немножко моральный командный игрок. Тапсон? Или даже множка моральной команды, кстати говоря. То есть даже если все умерли, все равно мораль должна быть прямо крепчайшая, чтобы Хоббит тащил ему от этого совсем хорошо становится, он начинает очень сильно раскрываться. Next. На коврах на яме есть Зантарес. Три человека на миде. 40 секунд, полновесный выход на А со всех сторон, но как по позициям, как по стрельбе готовы ли Ашер? Выходит, next. Взрывает она, взрывает второго жестко непримирима Кирилл Карасев в джангл, джангл не закрыт, одного видел. Джангл закрывается поздно для Ангела. В итоге Ангел не может работать по позициям Аковрок, где он видел человека, но решил его отпустить, чтобы получить больше информации. Потому что IGL очень часто и должен так делать, чтобы получать больше информации при потенциальных рефрагингах, реэнтри, там, и прочих вещах. А таки, BIG таки берут свой раунд благодаря Nexo в большей степени с точки зрения стрельбы. То есть, очень жестко ворвался и очень быстро наставил плюшек оппонентам шесть раундов. Взяли HR. Это был их стрик. И вот теперь эти шесть раундов остановили ребята из команды BIG. Есть деньги, конечно, у HellRaisers. Вот этот раунд достаточно важен будет сейчас. Таак. Давайте смотреть дальше. Десятый раунд. Вторая половина, дорогие друзья. Зонтарас что-то плюшку по хоббиту ставит. Слишком жестко. Nexo еще добивает Ису и оплент практически полумертвый с точки зрения опорных позиций в защите. Бомба поставлена на оплент команды BIG. Сейв трек девайсов от команды HellRaisers. Сложно на шерме сейчас будет. Действительно очень важный девайсный раунд был, но Nex в паре видимо очень хорошо сейчас работает по опленту. Ребята походу поговорили и слишком непримиримая стрельба. Не знаю, очень сложно будет играть здесь. Посмотрим, конечно. Опять же, шансы все еще есть, но BIG постепенно выходят на свой оптимальный уровень, как я понимаю. Да, не сразу. Но, но все же. Итак, некоторые экзит-фраги там произошли, в итоге только два девайса сохранят ребята из команды HR. 11-14 счет очень близкий для победы именно Berlin International Gaming. Недостаток девайсов от команды Hellraiser на последние деньги здесь такой как бы полубай и два человека оставляют некоторые дополнительные деньги Дэдфокс и Воксик на следующий раунд, чтобы хоть что-то было, потому что следующий раунд может стать предположительно последним. Вот этот Воксик против Ксантараса и Воксик все-таки Ксантараса перестреливает. Тем самым временем выход под B. То есть вот этот клюрк Ксантараса не сработал. Помните пистолетку, да? Понятно теперь какую Ксантарас роль здесь потенциально испытывает. Но Next и Тизен жестко, просто жестко вообще Гобиланта пытается стрелять, попадает по оппоненту Хоббит с Воксиком остается вдвоем. На широкую ставится бомба, не на дефолт. Шикарная позиция для пакета, просто удивительно вообще хорошая. Просто не всегда получается сюда поставить, потому что слишком открыто. Но теперь для террористов под эту бомбу работать вообще восхитительно и у Ашеров большие проблемы. И Воксик погибает, он теряет АВП, Хоббиту нужно спасаться. этот девайс надо сохранять. Тогда будет три девайса у команды Хедрейзерс. Умирать вообще никак нельзя. Просто никак сейчас. И вот беги все-таки смогли постепенно реализовать свои идеи, которые у них были под Ксантареса и их основной стак. То есть понимаете, да, как это работает? Ксантарес новый игрок. А стак БИГ, вот этот, который сейчас есть, но с мой там играл, но Некс тоже играл. Это старый стак. И они в старом стаке, на старых вот этих связях, нержавеющих любви, понимании и всем остальным. Ну, я местами утрирую, но вы понимаете, что это такое комментаторские словечки, короче. Они, типа, врываются в стройку на Б, при этом Ксантарес мог бы люрковать, мог бы вот играть, замыкать и так далее. Пистолетки есть три хороших девайса, кстати, у Ангела все-таки есть Фамаз, здесь я, возможно, деньги не досчитал, то есть, четыре даже девайса, и Диггл от ИСы, но по гранатам плохо, Дефьюз Китов нет, и дополнительные деньги и УБИГ позволяют и на следующем раунде воевать, если здесь не получится. То есть, опять же, еще раз просто повторюсь, я видел, да, что там плей на чата, типа, плохой есть аналитик, ты уволен и так далее, но, во-первых, вы нетерпеливы, это раз, во-вторых, надо было действительно подождать и посмотреть, типа, вышли ли, вышли ли беги на свою оптимальную форму или нет, если нет, то как бы не проблема, если да, как мы сейчас видим, то как раз таки для Ашерфа, в общем-то, проблема, вот, и давайте продолжать дальше, собственно, Тапсу, не перестреливает Хоббита, Хоббит ни единственное с Капани теряет, от Сан Тараса все-таки отлетает, он работал с Аплентан, NEX, как включился, так вообще не выключается, слишком прямая стрельба, не подводящая свой коллектив, очень жестко, Воксик, закроет Воксика Тизиан в итоге на апдауне, там еще есть Ангел и Дэдфокс, но не самые лучшие девайсы Ангела остается последней, и выглядит это все как 11-16, дорогие друзья, все-таки в пользу команды БиАйджи, будет вторая карта,